Сбербанк Спецпредложение пострадавшим предлагает Акбарс. Банку достались почти 9 тысяч вкладчиков. Для вкладчиков Интехбанка подготовили специальное предложение. Бесплатный выпуск пластиковых карт. Выдают здесь и сейчас. Расширил зону обслуживания и ВТБ-24. Кроме Казани, Набежные Челны, Альметьевск, Нижнекамск. Одним выплачивают, другие надеются. Ситуация с юрлицами все еще не решена. В офисе бизнес-амбудсмена 5 юристов ежедневно обрабатывают более 100 звонков. Накануне прошла и личная встреча. Вчера с коллегами очень плотно мы занимались вопросом получения справок из банка для налоговой, для того, чтобы она могла производить зачет. Эти справки вчера были направлены. Сейчас мы ведем речь об ускорении этой процедуры. А вот ускорить работу с вкладами в ТФБ «Финанс» не получится. Это еще одна группа клиентов. Под страховой случай они не попадают. Галина Колчина держала в банке деньги от проданной квартиры. Боится, что потеряла их навсегда. Вот что мне теперь делать? Я не могу ночами спать. Уже ноги отказываю. В жизни сберкнижки никогда не было. Тут квартиру есть продавать. Мы хотим и призываем власти, чтобы они обратили на нас внимание и признали нас вкладчиками. Именно вкладчиками таковыми мы и были. Таких в Татарстану порядка 2000 человек. Сегодня они пришли к дверям банка. В руках обращение. Уже 200-е. Александр Севастьянов, Марат Светгараев, ТНВ, Казань. Татарстан может докапитализировать Татфонбанк. Это возможно, если будет решение о его санации. Об этом сегодня в Москве журналистом РИА Новости сообщил Рустам Яниханов. Мы готовы оказать всяческое содействие, если будет определен санатор. У нас есть возможности поддержки. И мы понимаем, что для нас это очень важный проект, сказал президент. По его словам, сейчас ведутся переговоры с компаниями, чьи средства зависли в Татфонбанке. О возможной конвертации депозитов в акции банка, если Центробанк примет решение о его санации. У них есть депозиты, которые сегодня подвешены. Мы бы могли договориться, если был бы санатор, чтобы они капитализировали их в акции, сообщил Рустам Яниханов.